Глава российского государства Владимир Путин заявил об уверенности, что споры с Белоруссией удастся разрешить. Об этом он сообщил после двухсторонних переговоров со своим киргизским коллегой. У нас и с белорусскими нашими друзьями тоже споры идут и поиски решений этих спорных вопросов. Должен сказать, что Белоруссии, мы, конечно, оказываем помощь несопоставимо большую, чем Кыргызстану. Если я сказал, что мы на обустройство границы Кыргызстана помогли, 220 миллионов, 225 миллионов, 200 миллионов долларов дали в виде грантовой поддержки. Значит, 500 миллионов – это фонд для развития, из которых 200 с лишним миллионов уже в работе. То это почти миллиард долларов. То одних кредитов, выданных на Белоруссию, свыше 6 миллиардов долларов. Рынок наш полностью открыт для белорусских товаров. Беспошлиные поставки нефти на белорусские предприятия идут. А перерабатываемые нефтепродукты поставляются Белоруссии за границу со взиманием пошлины и зачислением этой пошлины в белорусский бюджет. Если вы посмотрите цифры, которые предоставляет МВФ, то вы видите очень впечатляющие цифры скрытой и прямой поддержки белорусской экономики. К нам присоединяется Генри Тигранович Сардарян, исполняющий обязанности декана факультета государственного управления МГИМО МИД России. Генри Тигранович, добрый вечер. Добрый вечер. Рад снова приветствовать вас в студии программы «Русский ответ». Я рад всегда приходить к вам в гости. Генри Тигранович, вот помните сейчас, когда было небольшое обострение между Москвой и Минском, как все наши заклятые партнеры на Западе, да и внутри страны обрадовались этому? Как вам кажется, можно вообще реально поссорить Москву и Минск? Обострение было после достаточно резких выступлений главы соседнего государства нашего. И, как показала история наших взаимоотношений с Украиной, к сожалению, рассорить можно двух даже самых близких соседей. Это зависит в первую очередь от мудрости руководства государства. Или ее отсутствия. Или ее отсутствия, как в случае с нашими соседями. И в случае с Украиной мы видели, что фактически сегодня мы находимся в ситуации, которую, представьте, 15-20 лет назад было бы просто невозможно. И никто бы не поверил, если бы мы рассказали, с чем нам предстоит столкнуться. В случае с Белоруссией, мне кажется, речь скорее идет о попытке обеспечить себе более выгодные условия в отдельных аспектах взаимоотношений с нами. Просто методика, которая для этого была избрана, она, мне кажется, просто не очень симпатичной. А в особенности, когда речь идет о переходе на личности какие-то и вот тех фразах, которые употреблялись, я думаю, что это тем более такому опытному политическому деятелю, как президенту Белоруссии, просто негоже, как-то не подобает. А вот глава нашего государства Владимир Путин, он, конечно, отличается чрезвычайной гибкостью, если говорить о дипломатических вопросах, где гибкость, конечно, крайне необходима. Одно дело жесткость в каких-то силовых моментах, но гибкость дипломатии – это все равно жесткость военного человека. На ваш взгляд, удастся полностью преодолеть и решить те какие-то вопросы, которые, скорее всего, были озвучены кулуарно, и пресса о них никогда не узнает, какие-то претензии, или все-таки что-то окажется неразрешенным? Если исходить из опыта взаимоотношений с Белоруссией, у российского, как правило, эти противоречия удается преодолеть. Вот кулуарно, как вы сказали, потому что мне кажется, что речь тут идет не только о тех вопросах, которые озвучивались господином Лукашенко во время пресс-конференции, те вопросы, которые в том числе имелись в виду, мне кажется, не носят такого характера, чтобы не могли быть решены, а в продолжение того, что касается жесткости и дипломатичности, как правило, жесткость, которая демонстрируется перед камерами, растворяется во время реальных переговоров, в то время как достаточно дипломатический подход такой и мягкие формулировки подразумевают за собой достаточно жесткую позицию переговорную, после этого, как показывает практика.